Двадцатый раз в нашем городе проходил лыжный туристический марафон 100 километров за 24 часа, посвященный памяти Екатерины и Юрия Ширяевых. 28 января в 6 часов вечера в Дворце молодежи состоялось торжественное открытие юбилейного лыжного марафона. Со сцены в переполненный зал звучали слова приветствия и поздравления. И мы с вами сегодня все вместе собрались в этом зале, чтобы открыть 20-й туристический марафон 100 километров за 24 часа. Завтра мы вместе с вами выйдем на 100 километровую дистанцию и будем соперниками. Да даже трудно сказать, что мы будем по отношению друг к другу соперничать. Конечно, и этот спортивный дух от нас не идет. Но мне кажется, главная цель, главные мысли этой лыжни проверить себя, проверить свои физические возможности. Также участников марафона поздравили председатель комитета по культуре, спорту и делам молодежи Светлана Ивановна Васькина, председатель правкома САЭС Юрий Васильевич Кузнецов и замдиректора САЭС Михаил Павлович Степанов. Стал уже традицией, эти традиции набирают силу ежегодно проводить те или другие мероприятия в масштабах всех атомных станций России, города Дисногорска. Наверное, в вашей памяти еще фестиваль, который проходил летом прошлого года, который понравился всем жителям города. Предстоит зимняя спартакиада среди атомной станции на Кольской САЭС и наша делегация будет туда командирована. И вот завтра предстоит марафон на 100 километров. Действительно, это независимо, кто придет первый, первые десятки во второй, это проверка своих сил, своих возможностей, своего здоровья. И я хотел бы пожелать всем участникам предстоящего марафона, юбилейного марафона, здоровья, удачи и личной победы. Участников марафона поздравили творческие коллективы ОКЦ САЭС и ребята из турклуба, которые тоже участвовали в лыжном марафоне. Такого еще не было. Это устный журнал, который называется «Марафон 2000 километров». Итак, открываем наш журнал. Страница первая. Дела давно минувших дней. Давным-давно на месте скалодрома находилось стойбище первобытных людей. Первобытные мужчины охотились на мамонта. В то время как бедные первобытные женщины разводили огонь и готовили пищу. Но раз в год все племя забывало все свои дела и заботы. И в полном составе отправлялось на святой источник. Дало поклониться доброму богу Марафоникусу. Дорога была трудной, долгой. Глубокий снег сковывал движение. Не все добирались до святого источника. А богу Марафоникусу несли первобытные люди самое дорогое, что у них было. А несли сава. Что священный вор! Первобытные примуса. Что священный вор! А несли искусно выдубленные бивни мамонта и опять сава. Так вот, именно эти бивни мамонта и стали самыми первыми лыжами, когда их привязали к первобытным пяткам. Ало-ало, Амир Саидыч, как дела идут у вас? А только скорее доложите сию минуту в сей же час. Ало-ало, дела идут неплохо, но только вирус поразил. Коварный гриб, он стал для нас подвохом и кое-кого кровать варил. Мы правда кушали чеснок, и он, конечно, нам помог. А если кто его не ел, вот непременно западил. На стой малины в ход пошел. Хочешь не параться там, пару стальну. Любимый председатель, все хорошо, все хорошо. Ало-ало, Амир Саидыч, дай ответ. Ало-ало, Буран, мы очень ждали. Василь Филиппович обещал. Антон Жунари, лыжный спорт читали. Но получился здесь амбал. Пропал обещанный Буран, что так нарушил весь наш план. Да, каждому нужен, конечно, каждому нужно этот большой и снежный марафон. Стопы и малыши километра за 24 часа. На дворе мороз лютый, но не запугаешь нас. Ждет нас марафон ныжный, вот уже двадцатый раз. И опять сидеть, ребята, у костра и до утра. Чтоб поидно с чаем ненормальным, Всех решивших испытать себе. На лыжне волков, дружок, не бойся. Всех мы разогнали их давно. Есть один матерый, но тот волков. Ты и души лучше не грозни. По окончании двухчасовой программы, посвященной открытию марафона, все участники отправились в профилакторию «Лесная поляна», где прошли регистрацию и разместились по своим номерам. Не прошло и десяти минут, как лыжники достали всю свою спортивную оснастку и начали готовиться к марафону. А на первом этаже четвертого корпуса, который являлся штабом и контрольным пунктом номер один, находилась карта маршрута лыжного марафона, с которой мог ознакомиться каждый участник. Общий старт будет дан, если мы сейчас глянем на эту схему, общий старт будет дан рядом с профилакторием, между профилакторием и дачами «Лесная поляна». Стартовую площадку сегодня уже подготовили, нарезали лыжню. Она будет проходить вдоль дачи. И на последней улице дачи «Лесная поляна» поворачивает и переходит на следующую просеку. Эта просека проходит затем, здесь есть метка 54-го столба, и дальше мы переходим. И вот на этом участке, маршрут у нас уже будет 2,5 километра, на этом участке мы пересекаем Кукуевскую дорогу. Это все, кто в нашей Десногорске, должны знать, потому что как раз это пересечение происходит там, где возле дач. После пересечения дороги мы переходим по просеке, и эта лыжня приводит нас к Святому колодцу. До Святого колодца, от санатория профилактория до Святого колодца, 5,8 километров по этой лыжне. Далее мы возвращаемся, и уже возвращаемся, переходим Кукуевскую дорогу возле самой Кукуевки. И потом возле дачи Залива мы переходим снова на эту же просеку, и вот по этой красивой, я вообще-то рекомендую всем лыжникам, любителям прогулок, посещать вот эту лыжную просеку. Она очень красивая, широкая у нас. И дальше мы переходим по просеке, и возвращаемся снова на стартовую площадку, то есть в санаторий профилактория. И общая длина вот этого маршрута будет 12,5 километров. Каждому участнику, чтобы пройти 100 километров, нужно пройти 8 таких кругов. Дети, которые должны пройти 50 километров, им необходимо пройти 4 круга. Субботним утром 29 января в 9.15 состоялось торжественное построение участников лыжного марафона. Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Товарищ главный судья! Участники 20-го лыжного туристского марафона для торжественного открытия построены! Буха на это было! Вольно! Поздравляю вас с началом 20-го юбилейного марафона! Призываю вас к бескомпромиссной, но все-таки дружественной борьбе! И еще раз подчеркиваю внимание, что у нас не чисто спортивный, а лыжный туристический марафон! Поэтому претензии к трассе мы не принимаем! Теперь по распорядку! Все знают, что идем только классикой! На дистанции 4 судьи! Так что, кто будет замечание, не обижайтесь! Снимать будем с трассы за классик! За конек! Второе! Распорядок дня! Обед будет с 12 до 2! Ужин с 6 вечера до 8! Завтрак с 7 до 8! Закрытие марафона в 9.15! Торжественное построение в 9, естественно, финиш! По окончании торжественного построения все участники марафона, а их 135 человек, отправились к месту старта! Внимание! Закрытие марафона в 9.15! Путая грида, грида, грида! Завтрак! Какая грида, совсем не! Ох! Путая грида, совсем не! Субтитры создавал DimaTorzok Погода в этот день была чудесной, как раз для проведения лыжного марафона. Зимние пейзажи, которые открывались взору, радовали глаз и душу. Субтитры создавал DimaTorzok Горячий чай, бутерброды и место у костра. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Ратушина Ирина. Дронина Светлана. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, откуда вы к нам приехали? Из Москвы. Аналогично. Тоже из Москвы, да? Скажите, пожалуйста, это первый марафон в нашем городе, в котором вы принимаете участие? Или вы уже приезжали к нам? Нет, первый, но наслышаны были о марафоне. Друзья участвовали в этом марафоне и по их рекомендации мы приехали в ваш славный город. Мы не спортсменки, это совершенно точно. А лыжники, мы видим, бегают очень хорошо даже по этой лыжне. Поэтому, наверное, плохому танцору жмут ботинки. Паркет не очень. А спортсменам хорошо. В это время уже вовсю работал контрольный пункт номер один, где регистрировалось время, за которое лыжник прошел круг. И там же участники могли отдохнуть и выпить свежезаваренный чай. Представьтесь, пожалуйста, как вас? Леверов, Дмитрий. Очень приятно. Вы из Десногорска? Обязательно. Скажите, вы в который раз принимаете участие в лыжном марафоне? Четвертый. Четвертый год подряд, да? Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, марафон в том году отличается от проведения марафона в этом году? Ну, конечно, отличается. Проведение марафона, когда начинается он с профилактория или с поселка, намного лучше с профилакторией. Хотя круг маловато. И часто надо будет заходить на КП1. А так намного лучше. Скажите, пожалуйста, а вы помните, как вы вообще в первый раз встали на лыжи? И как давно это было? Ну, вообще-то я давно встал на лыжи, потому что я с Калининской губернии, а там все на лыжах катаются. В марафоне возраст участников был неограничен. Самому маленькому из них 7 лет. А сейчас мы вам представим одного из старейшин лыжного марафона. Это Василий Филиппович Томилин, который участвовал в первом лыжном марафоне, прошел 100 километров, за что и получил первую почетную грамоту. 20 лет назад первый марафон, это 80-й год, проводился он в здании сегодняшнего училища ПУ-26. Тогда там было общежитие и учебный центр управления строительством Смоленска. Всего участвовал где-то человек, наверное, 25 на первом марафоне. Конечно, сами условия были аквы, ночевать пришлось или отдыхать в спортивном зале училища. Но, в общем-то, начало было сделано, и мы не думали, что пройдет столько лет, и марафон приобретет такую популярность. И вот на сегодняшний день у нас присутствует здесь сегодня 135 человек на дистанции вышло. Это представители, я сам далека начну, это Магадан, представители приехали, Татарстан, Свердловск, Смоленск, Рославль и Десногорск. Самая большая команда – это представители Смоленска. Я не считаю, конечно, Десногорск, это самые большие, как хозяевы. Смоленска где-то порядка 50 человек, затем Рославль, Москва, ну и по два человека с Магадана, Татарстана и Свердловск по одному человеку. Вот сейчас только закончился первый круг, пошли ребята на второй круг. Лыжня немножко трудновато, большая отдача, здесь вот перепад высот, прошу прощения, перепад температуры, и лыжники, как бы сказать, не попали в мазь. Ну вот сейчас первый круг прошел, я думаю, все восстановится, и уже к вечеру поближе будет лыжня нормальная. Ну, по темпу, вот я сам с дистанции только сейчас закончил первый круг, по темпу, конечно, очень высокие темпы, и я думаю, что, я так надеюсь, что рекорд в 10 километров сегодня может быть перекрыт. Ну вот судя по лыжне, если погода не улучшится, скольжение не улучшится, может быть, рекорда не будет. Но хотелось, чтобы сегодня юбилейный марафон, этот рекорд состоялся. На трассе случаются и неприятности. К четырем часам дня мы поинтересовались, как проходит марафон, каково состояние трассы и предварительные результаты. Ну, до данного момента он проходит довольно-таки нормально, я считаю. Трасса, правда, уже похуже стала, потому что кругов много народа, 135 человек на трассе, поэтому подразбивают уже линию. Ну, в общем-то, бегут спортсмены, бегут хорошо. Некоторые, по-моему, уже на седьмой кругу ушли. Это лидеры. Скоро будем финиш первых, так сказать, финиш первых будет. А дальше, дальше те, кто марафон не спешит, которые старые марафонцы, они настроены и в течение суток, я думаю, кто нас задумал, тот пройдет 100 километров. Не прошло и 8 часов со временем старта, как на финишную прямую вышел первый победитель под номером 100. Вы только что прошли весь марафон, да, все 100 километров. Так, и какое время? Ну, вот сейчас, судясь, сколько? 7 часов 7 минут. Скажите, пожалуйста, вы первый раз принимаете участие в этом марафоне? Уже, сколько лет, четвертый раз. Четвертый раз. Так, и какие были успехи в предыдущих марафонах? В предыдущих было там призовое место было, по-моему, одно. Там третьим было. Остальные так было чисто, чтобы дойти до финиша, перебороть себя. Все-таки это 100 километров. С наступлением темноты лыжники, укрепив фонарики, неустанно продолжали свой путь. А мы, тем временем, отправились на контрольный пункт номер 2. Расскажите, пожалуйста, как было это все организовано? Как здесь ведется работа? Ну, в принципе, все организовалось в процессе того, что как организовался сам марафон. Я здесь со своими детьми, ну, в смысле, дети, которые у меня занимаются, они, значит... Ну, чем мы здесь занимаемся? Тем, что мы поим чаем, кормим и отмечаем участников, которые здесь являются середина нашего круга. 12,5 километров. Мы их здесь отмечаем, кормим, поем, греем. Короче, в течение суток обслуживаем. Да, а вот помните первый марафон? Расскажите о нем. Да, первый марафон помню, конечно. Я сидел на КП-2 так же, как сейчас. Только мне было тогда, наверное, 13 лет. Это было 20 лет назад. Даже 14-14 лет. Был очень сильный мороз. Ну, помню, очень хорошо помню. Участников было очень мало, конечно. Относительно малочка, чем сейчас. Ну, это был первый. Пробовали. Тогда только начинали. И какие у вас впечатления после того марафона остались? Ну, если бы не осталось никаких впечатлений. Наверное, на этом бы 20-м я уже не находился бы. Все меняется. Трасса меняется. Люди меняются. И отношения меняются. Людей к марафону и отношения администрации города к тому, что все-таки, правда, это марафон. Это не то, что какой-то ординарный один такой прошел и все. А то, что люди участвуют, людей много, людей очень много приезжает. Естественно, отношения другие все смотрят и говорят, что нужно сделать лучше. Вот в этом году считаю, что получше уже все-таки. Все равно получше. И с питанием, и со всем. Лучше становится. Конечно, лучше. Светлана Ивановна, расскажите, пожалуйста, вот сегодня проходит уже 20-й юбилейный лыжный марафон. Как долго он готовился? И кто принимал участие в организации этого марафона? Была создана такая группа организаторов, общественников, которые все эти 20 марафонов сами пережили, сами готовили. И, в общем-то, это, конечно, заслуга этих людей. Прежде всего, это туристский клуб. Затем здесь принимали участие все, кто мог. Надо первым делом вспомнить, что марафон не состоялся бы, если бы организации города, начиная со Смоленской атомной электростанции, и плюс еще целая группа предприятий города не купили путевки для... Ну, включая комитет. Мы тоже купили 50 путевок для того, чтобы мы могли пригласить людей для участия в этом марафоне. Потому что впервые он проводится на территории профилактория. То есть люди заезжают в пятницу, спокойно отдыхают, утром стартуют, у них есть возможность прийти пообедать спокойно в столовой, так сказать, позавтракать, поужинать и выйти спокойно на трассу. Это впервые, поэтому вот этот марафон – это следствие труда, усилий многих людей, начиная с всесоюзного журнала «Спортивная жизнь», «Лыжные гонки», которые дали рекламу, и включая абсолютно всех людей города. Повторяю все еще раз, это прелесть всего турклуб, лыжники, потому что, ну, даже если, например, что Михаил Васильевич Лосенко дал нам личный буран, чтобы трассу откатать, а наши профессиональные, скажем так, наши знаменитые уже лыжники, они эту трассу проложили. Ребята турклуба ее, сказать, там отлаживали. Много было вопросов организационных по питанию, по экипировкам, ну, по всем вопросам. Он бы не состоялся, если бы здесь не было желаний многих. Представьтесь, пожалуйста. Сейчас. Человеку хоть спросить. Частник марафона. Смирнов, Сергей Владимирович. Очень приятно. Вы из Десногорска, да? Да, конечно. Сколько кругов вы уже прошли? Это одиннадцатый. Одиннадцатый. А еще сколько планируете? Ой, не, не знаю, не знаю. Не катит, настроения нет. Полежим, отдохнем, подумаем. А там уже, как видно, тяжело. Трасса тяжелая. А который раз вы уже принимаете участие в лыжном марафоне? Пальцев не хватит. Можно сказать. Нет, не девятнадцатый. Где-то шестнадцатый, семнадцатый марафон. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Серёж. Патарейки еще есть, Серёж? Здесь пока есть. Ох, видно. Первый день лыжного марафона подошел к концу. Утром 30 января на финишную прямую пришли последние участники марафона. После чего в 9.15 состоялось торжественное закрытие 20-го туристического лыжного марафона. Переходите мне поздравить вас с окончанием этого спортивного праздника. Чуть и мне каждый, кто здесь принимал участие в этом марафоне, кто проявил мужество, доблесть, поздравить вас с вашими результатами. Неважно, кто-то действительно прошел весь марафон, кто-то прошел половину, кто-то его четвертит. Но вы выложились все. Приятно то, что среди взрослых участников находится, я так понимаю, и наша смена. Смена, которая будет достойно нести и слава улыжного спорта, и будет принимать участие в дальнейшем наших марафонах. Я еще раз вас поздравляю с победой над собой в первую очередь. Потому что трасса была очень трудная. Вчера вот я был на КП-1, было видно, как тяжело было вам идти. Но вы многие преодолели, несмотря на те мозоли, которые натерли, те, кто замерзли. И благодаря вам спорт, особенно лыжный марафон, он живет, держится на вашем энтузиазме. Но я думаю, наши руководители, администрация города, Смоленская, все-таки будут в наше тяжелое время находить средства и оказывать вам помощь. Спасибо вам за ваш энтузиазм. Награждается, первое и третье место поделили. Награждаются Бухалева Елена. Кругликова Екатерина. Бухалева Елена. Бухалева Елена. Бухалева Елена. Бухалева Елена. Бухалева Елена. Запоминайте. Будущие олимпийские чемпионы. Награждается Семченкова Татьяна Анатольевна, прошедшая сто километров за десять часов двенадцать минут. Занявшая первое место. Охлопаем Поздравляю вас И самые мужественные женщины И на Лазаренкова Вера Петровна Прошедшие 100 километров За 16 часов 14 минут Поздравляю вас Спасибо вам Счастья вам И первое место на дистанции 100 километров Награждается Федор Владимир Иванович Занявший на дистанции 100 километров Второе место И прошедший 125 километров За 12 часов 43 минуты Мужчины ответы целовать Награждается Кругликов Николай Иванович Занявший третье место на дистанции 100 километров И прошедший 225 километров Сергей Смирнов Прошедший Геннадьевич 175 километров За 23 часа 15 минут Второй результат Мы от всей души Поздравляем победителей И участников 20-го юбилейного Туристического лыжного марафона Желаем крепкого здоровья И счастья Так держать Редактор субтитров А.Семкин